МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал Хабар, как всегда, программа Козгарас. Моя сегодняшняя гость – Жанья Яхьяина Аубакирова. Если бы был среди нас Святослав Бельс, наверное, вас бы представил вот так, а я хочу бы представить сейчас. Жанья Яхьяина Аубакирова, ректор Казахского национального университета имени Курмангаза, народная артистка Республики Казахстан, лауреат государственной премии Республики Казахстан, лауреат премии мира и согласия, прогресса первого президента Республики Казахстан, профессор, обладатель Гран-при и специального приза за лучшие исполнения произведений современных французских композиторов на международном конкурсе Маргарет Лонг и Жака Тибо, Франция, а также обладатель Гран-при международных конкурсов, камерных ансамблей. Сольные концерты и выступления Жанни Аубакировой проходят в крупнейших концертных залах мира. Вот, если перечискратце, сегодня моя гость, опять я представляю, Жанни Аубакирова. Спасибо, Иракан. Жанни, я знаю тебя с измольства. Да? Да. Ещё ты училась в пятом-шестом классе, потому что Яхья Аубакиров был нашим учителем. Я знаю вашу мать, она тоже преподавала многим журналистам, филологам, поэтам обучались у неё. Яхья Аубакиров долгое время был проректором Казахского национального университета. Поэтому, ну тогда мы, ты ребёнок, кто думал, что ты возвышится до такого пика, по крайней мере, я скажу, это как музыкант. В прошлом году исполнилось 70 лет консерватории. Я недавно об этом узнал, что, оказывается, основателями, или, как можно сказать, инициаторами были Наталья Сац, Юрий Завадский, Галина Уланова. Прошло 70 лет. 15 лет ты у руля этой консерватории. 18. 18 лет у руля. Вы скоро так, смотрю, будете, наверное, ветераном будете. Наставника молодёжи, ветеран труда. Вот что за эти годы произошли в консерватории? Ну, это несколькими словами не скажешь, но, в общем, колоссальный рост. Колоссальный рост, прежде всего, самочувствия музыкантов. В Казахстане, начиная с годов независимости, сначала очень сильно улучшили материальную базу. Потому что она, конечно же, к тому времени сильно застарилась. Я помню, 97-й год, кажется, вы вдвоём, Сайман, были в парламенте. Да, и не только 97-й, и 98-й, и 9-й, и 2000-й. Почти до 2004-го года мы обращались. Я тогда узнал, что, сегодня я узнал, прочитав, что сегодня вы владеете 70-ю роялями и пианино, только одна консерватория. 100. 100 роялей и пианино. Уже 100. Да, и, ну, я не знаю, по крайней мере, может быть, на 10 или 20 миллионов долларов купленных инструментов. Тысячу процентов, ещё 10 лет назад, я говорила, тысячу процентов увеличен бюджет консерватории с 97-го года. А сейчас он уже, конечно, такой очень солидный в том плане, что мы можем приглашать профессоров, мы можем ездить, отправлять студентов за рубеж, мы можем готовить их на хороших инструментах. У нас есть техническая база вся такая серьёзная. У нас сейчас научно-информационная библиотечная служба. Марка Мроза Монголеевна Бердеголеева сделала нам её вот последние свои годы жизни просто на самом мировом уровне. И многие партнёры, которые к нам приезжают в консерваторию со всего мира, они не просто удивляются, они просто шокируются, что какого высокого уровня достигла консерватория, как государство, как наш президент относится к культуре, и как государство действительно вкладывает, инвестирует в культуру. Поэтому так. Вот раз вы затронули, что в этом успеха главы государства, я вас поздравляю с выборами главы нашего государства. Мы все друг друга должны поздравить. Я думаю, что это был праздник сегодня, что мы избрали главу нашего государства. Это большой праздник, и это очень большой задел на будущее, что страна подтвердила свой устойчивый рост, своё желание двигаться, развиваться, решать сложные проблемы, больше глобализироваться, становиться в ряду развитых стран. Это потрясающе. Заня, вот я знаю, что цель вашего визита, это вы принимаете, вы являетесь членом международного конкурса. Пианистов. Пианистов. И даже нарекли, насколько это оправдано будет, я не знаю. Это малый консерваторий, вернее, малый конкурс Петра Ильича Чайковского. Но если учитывать, что его делает команда во главе с Денисом Мацуевым, таким крупным музыкантом современности, очень известным и очень авторитетным, и его же команда, которая делает конкурс Чайковского, делает этот конкурс «Астана Пиана Пэшн». Это те же стандарты, это уровень участников. Другое дело, что конкурс Чайковского для взрослых музыкантов, от 18 до 32, а это дети из 9 до 18 лет. И первое время я, конечно, немножко была с странным самочувствием, что, а что это, почему это российский конкурс будет здесь, почему российский, под именем российского музыканта. И понимала, конечно, что это очень высокий уровень конкуренции. И понимала, что, ну как мы можем конкурировать с фортепианными империями, там, Китай, Россия, Америка и Европейский Союз, да. А сейчас понимаю, что для нас это шанс повысить свою конкурентоспособность. Уже на втором конкурсе у нас был первое премия в младшей группе и диплом в старшей. А сейчас я с очень большим удовлетворением констатирую, что в младшей группе мальчик из «Астаны», он практически лидер, во второй средней группе мальчик из школы имени Ахмеда Жабанова из Алматы, тоже очень серьезная и сложная программа. Они финалисты. И в старшей группе тоже финалистка-девочка. Одна хрупкая девочка, с ней вместе прошли семь потрясающих российских пианистов, которые опередили и немцев, и датчан, и Сербию, и Корею, и других участников. То есть реально поступило более 120 заявок со всего мира. И то, что 4 казахстанца вошли на второй тур, из среди 30 участников 4 казахстанца. Учитывая, что у нас хоть и большая территория, но население не такое большое, это очень большой успех. И то, что они в финале, 3 человека в финале. Ну и не думай, что это что-то такое, специальный реверанс в сторону Казахстана. Ребята прошли очень серьезную подготовку и показывают бойцовский характер, играют на уровне со всеми. А вот все-таки, вот ты сказала, что российский, да? А вы знаете, что инициатором был Имагалит Асмагамбет? Знаю. Я, честно говоря, думала, что это Мацуев инициатор, а оказывается, Имагалит Асмагамбет. Это я почему-то, я говорю, я был на пресс-конференции. Дело в том, что Имагалит Асмагалит Асмагамбет, он известен уже, мне по крайней мере, почти 18 лет, он неизвестен. Ну и тоже в советское время, когда он проявлял комсомольские инициативы, он был известен как большой ценитель искусств, не только музыки, художников и танцев. Ну и вообще, в принципе, он широко смотрит на культуру Казахстана, ценитель культуры, человек культурный. И он, где бы ни находился, на никаких важных, ответственных должностях, и имея такой высокий статус, он всю жизнь верен вот этой своей позиции. Поддержка людей культуры и поддержка творческих инициатив людей культуры. Еще вот, что я обратил, я был на пресс-конференции, где принимал участие Валерий Гиргиев и Денис Мацуев. Денис Мацуев постоянно подсказывал Валерию Гиргиеву. Что подсказывал? Посмотрите вот этот молодого человека. Ну, знаете, это доказательство того, что все великие музыканты, они не зацикливаются только на собственной персоне. Совершенно естественно, что музыкант вырастает, в конце концов, личность, которая заботится о будущем, заботится о поддержке молодежи. Это вот как-то автоматически. Очень редко великие музыканты сами по себе. Все-таки это нормальная позиция, тем более в наше время, когда культура нуждается. Не только в Казахстане, но во всем мире нуждается в особой поддержке. Я хотел бы обратить на твои слова. Вы изучали мои слова. То, что зовется вечно, прежде всего полюбить, раствориться в ней. Я не помню, чтобы я такое говорила. Вы где прочитали? Я хотела бы быть певицей, быть так на сцене, в красивом платье, концертном. Это ваши слова. Да вы что, да, помню. Это мысль, может быть, была так высказана. Вы скрипка женская, вилончили мужское. А я знаю, что Яхе Аубакир был против. Кой артистыгин? Киригамес. Киригамес. Мать была за. Почему? Потому что она обучалась в Ленинграде. Да, да, да. Где любить классическую музыку. Да, да, да. Вот что все-таки послужило стать музыкантом, пианистом? Вы знаете, абсолютно точно я могла бы быть экономистом, как папа. Да. И папа нередко говорил, он ценил мой интерес к этому, мои рассуждения. Но я училась в школе имени Куляш-Баситовой. И когда я ее заканчивала, они все внушили моей семье, что басхаваларды экономисты взялся, а мы на ухозом давай музыка. Потому что дарын-да бала, а нам надо. Но этот самый папа койн-да сон-да. И я училась в московской консерватории, но он всю жизнь боялся. Коркан. Вообще прежде всего в сахнага шагу, да? Джерт Налдын, да. Ты в отца пошла, я говорю, что очень скромно человек. Да? Да. Поэтому какая-то секретарь, наверное, в тебе. Да, потому что моя мама, она более артистичная, более такая смелая. И если бы она была в музыке, она бы в народной СССР точно была бы. У них шикарный голос, способности. Вот. Ну, и маме нравилось. А папа вот, уже я была большая, уже 40, там, сколько лет, а он все. Ой, Хашан, кой ма сон-ба? Шарша ма сон-ба? Сколько можно ездить, да? Ну, ты уже все добилась. Вала шага, семья. Вот так вот. А мама говорила, ну, как ты не понимаешь, это ее жизнь? Да. Прежде всего, папа боялся коздин, знаете, что вот. Копшна лна шагам, сахна гаджа, ну, сама по себе. Без ноты играю, непонятную музыку играю. И еще за это деньги люди платят. Еще я отрываю их от дел. Хорк-то вот этой профессии вообще, артистической профессии, боялся. Но потом он, знаете, понял, что один у нас в интервью он сказал, вообще-то моя дочка говорит, она не совсем музыкант и артистка. Она педагог по своей природе. И это его как-то смирило с моей профессией. Потому что, короче, да что я, студентами занимаюсь, ректор, там, так вот. Конечно, хорк. А вот ближе вот к нашей тематике я хочу, все-таки классическую музыку. Как слушать надо? Вы знаете, ее надо просто слушать. Она с первого раза, конечно, не дается. Потом иногда бывает, ты придешь к концерту, он скучный, исполнители так средненькие. А потом бывает, что акустики нет. Вот Исал Салстархан, иногда популярная музыка, она с микрофонами, отстроена фонограмма. И нас пускают. И нас простым микрофоном. Он, может, не очень хороший. И тогда бывает антиреклама. Классическая музыка требует особых условий. Чтобы был хороший акустика, чтобы хороший инструмент, чтобы были выдающиеся исполнители. Чтобы все звучало. Чтобы люди пришли не даладан так, вот знаете, совсем не готовые, а как-то настроить их. Вот даже я не за то, чтобы слушали только исключительно. Я люблю, чтобы в зале были из разных слоев. Но если им будет неправильная подача, если будет как-то непонятно и неслышно, и без подготовки, то любой человек уйдет, скажет, я больше не пойду на этот концерт. Надо просто слушать и слушать, и слушать, и потом постепенно она открывается. Это как язык. Язык, любой язык надо чуть-чуть понимать, чуть-чуть слушать. Конечно, музыка, она более, не то что легка, она может достучаться до любого, потому что у ней столько слоев есть для каждого, для каждой подготовки. Главное условие, чтобы слышно ее было хорошо, и чтобы исполнители были хорошие. То есть, если, я помню, один раз давным-давно Секен Труспеков где-то написал. Говорит, фортепиано от природы, мертвый инструмент. А потому что Секен, наверное, слушал только плохие инструменты, которые давно уже не работают, и в плохих условиях. А настоящий фортепиано, это такая красота. А вот об этом как раз ты говорил, что почти нету среди композиторов, которые специально пишут для фортепиано. Сейчас появляются, вот молодежь пишет. Я вот смотрел сейчас молодые, которые... Играют же сейчас в произведении на конкурсе, да? В основном все одно и то же. Есть момент, есть момент. Вы знаете, композитор, так же как режиссер, так же как режиссер музыкальный, режиссер кино, режиссер театра, дирижер оркестра, это редкая специальность, и их много быть не может. Вот у нас на нашу страну, у нас есть Тлескаш Галиев, Гайза Жубанов, Яшки Гали Рахмадиев, Кудыску Жемьяров, это из... Мукан Тулебаев, Ахмед Жубанов, да, это из таких вот наших главных метров. И сейчас молодые появляются, которые... Серик Аркембеков, Алиби Абдинуров, Серик Абдинуров, и много-много там наши студенты, которые уже несколько лет закончили. Конечно, они сочиняют, они чуть-чуть уже лучше, но среда все равно очень маленькая. Маленький народ, ну мало народа. Не может родиться у нас там, например, 50 великих композиторов, не может. Ну ты об этом часто говоришь, между прочим. Ну правда? Говоришь, хотя бы мегаполис, 3-4 миллиона. 10 миллионов. 10 миллионов даже, да. И поэтому все наши достижения, это колоссально. Вот иностранцы приезжают к нам и шокированы. Как это, никому неизвестная страна, а здесь такие пианисты, а здесь композиторы, а здесь такие залы, а здесь такие возможности. Вот сколько бы мы не ездили за рубеж, сколько бы мы не говорили об этом, сколько бы сюда не приезжали, все равно рекламы недостаточно. Но главным образом люди удивляются, что маленькая страна, в ней столько достижений. Ну мы же, нас же не полтора миллиарда все-таки, нас всего лишь, в какой гостинице поселились. И вот это строительство Астана-Опера как раз и... Колоссально. Это на будущее. На будущее, на будущее очень большое. Сейчас полный зал и все время в Астане-Опера. Это такой дает импульс для развития культурных процессов. Я помню в 97-м году у меня была встреча с нашим президентом, Настаном Абешичем. И я ему вот помню по своим таким маленьким сознанием говорю, зачем вы хотите строить консерваторию в Астане? Наша еле-еле вообще. Лучше бы нашу усилить, потому что студентов не хватает. Качества нету совсем никакого. Инструментов нет, зданий нет, залов нет. Он говорит, Жаня, успокойся, подожди, через 10-15 лет и у тебя будет много студентов, и в Астане будет. Новая столица нуждается в том, чтобы... И как он был прав. Как он был прав, как он видел на много лет вперед. Он даже не говорил через 10 лет. Он говорил через несколько времени, 10-20 лет. Так даже страна и столица опережает его прогнозы. То есть он мог это видеть в те годы, в те тяжелые годы. Жаня, как раз ты упомянула консерваторию. Опять же, возвращаясь к своим учебным заведениям. Сегодня как? Больше куда идут? Классическую музыку или... Популярную? Да, популярную. Вы знаете, все наши студенты, которые занимаются вокалом, народные музыканты, которые факультет народной музыки, дирижеры-хоровики, исполнители на скрипке, велончели, все равно получают опыт исполнения и участия в какой-то эстрадной, популярной. Другое дело, что они это делают на более высоком уровне, потому что они с образованием. И они знают разницу между классическим жанром и популярной музыкой. Они точно знают, что классический жанр намного труднее, требует большей подготовки, больших качеств, большего таланта. У них не так... Им не так трудно хорошо выступить в эстраде. Особенно певцы, конечно. Они все привыкли сейчас к всей итальянской песне, часто под фонограмму, потому что нет условий. Но они четко знают, что оперный певец и тот, который выступает где-нибудь на телевидении, на эстраде, на тое где-нибудь, это две разные личности. Во всяком случае, знаете, я когда в Павлодаре играла, это были дни Европейского Союза в регионах и в Павлодаре. Это были все послы Европейского Союза. И когда я сказала об этом, а они все по-русски понимают, и вот я помню, когда Акимом был Бахчан Абдирович Сагантеев, он говорит, после твоих комментариев мы совсем по-другому слушали, потому что эта музыка, конечно, сложная для восприятия сразу. Прокофьев вообще непростой автор. Но когда я это связала с реальными событиями и своим ощущением, как я это играю, как я это вижу, они в этой музыке то же самое увидели то, что я им сказала. Это было потрясающе. Может быть, ты много занимаешься просветительством, может быть, вот такие уроки преподносить нашим, особенно казахам, которые бы классику, чтобы воспринимали, как вот сейчас ты говоришь. Вот этого не хватает у нас, кажется. В любой музыке у нас не хватает, что вот это жанр, о чем ты говоришь. О чем говоришь. Вы знаете, он конкретно не говорит о событиях, он говорит об отношениях. В любом случае, в каждой музыке есть страсть, есть движение энергии в сторону активности, есть спокойные эпизоды, есть сопоставление, вот резкое сопоставление, что вот радость и тут же вдруг какое-то разочарование. Есть, знаете, есть опыт, как будто бы вот басхадуни, это барханда, да? Вот многие старики пианисты, они как будто знают дорогу туда, и они вот играют, это исследуют, да? Очень интересно. Я, конечно, могла бы не так много времени. Вы же знаете, я радиоклассика, 5 лет ходила, чтобы у нас звучала радиоклассика. Я сейчас веду там программу «Культурная мозаика», да? Я ректор консерватории, у меня сколько совещаний, ученых советов, заниматься студентами, там, программы. Я все время работаю, да, все время работаю, и это, конечно, я не жалуюсь, но действительно так. Вот я еще хочу вспомнить третий концерт Сергея Рахманинова. Ой, спасибо, Иракаха, вы такие просто... Это словом что-то запредельное, заоблачное. Это дико трудно, но так красиво. Вот за этими словами что кроется все-таки? Ну, вы знаете, это вершина. Это вершина, вот второй Брамса есть, третий Рахманин. Вот сейчас любой пианист, если услышит мои слова, он согласится. Это трудно, но это красиво. И это там 45-40 минут кто как играет с каким-то темпом музыки. Сидишь и играешь, и вот даже люди просто смотрят и думают, как это происходит. А мы еще испытываем какие-то необыкновенные чувства. Знаете, когда играешь с оркестром, как будто бы паришь, как будто ты летаешь, как птица какая-то большая, в каких-то космических просторах, в каких-то океанах или над землей. Это очень чувственная музыка. Там столько вот каких-то эмоций, которые, может быть, в жизни не всегда испытаешь. А в музыке ты вот прямо переживаешь по-настоящему. Это очень сложная техника, то есть ты амбициозный пианист. Я вот последний раз играла концерт Рахманинова 8 лет назад и в прошлом году играла. Меня моя помощница заставила говорить, давайте. Я боюсь, я, может, уже не смогу. Нет, давайте. И я смогла преодолеть вот этот страх и сыграть его еще раз. Он потрясающе. Он мне дал столько жизни, ощущение, что я еще сильная, еще много могу испытать, еще много могу преодолеть. То есть у нас не бывает, знаете, чего такого затвердевшего, что вот я уже все умею. Каждый раз мы находимся у основания горы. И нам нужно подниматься там на 10 километров вверх. Сложно, рискуя, испытывая вот какие-то очень сильные адреналин, сильное чувство опасности. Это очень интересно. Спасибо, Женя. У нас время ограниченное, к сожалению, могли бы еще... А мы с вами продолжим после передачи. Продолжим. Да. Но я хотел бы от вас услышать поздравления в связи с предстоящими праздниками. Конечно, я, как и все казахстанцы, предвкушаю то, что у нас будет... Какая статистика? В мае 13 праздников, праздничных дней, свободных, выходных дней. Но вместе с ним день единства, день победы. Конечно, 70-летие победы в Великой Отечественной войне – это праздник, который давно перерос. Даже вот это значение победы, он стал каким-то обедняющим дух. Вот это наша благодарность нашим ветеранам. Наше чувство хрупкости этого мира, что надо его спасать, надо его... В смысле, надо уберечь мир. И сколько было страданий. И сейчас, чтобы молодежь знала об этом, чтобы не потеряла исторические факты. И это очень праздник духовный, и он очень сильно объединяет людей во всем, ну, всех нормальных здравомышленных людей. Конечно, всем и здоровья, и радости, успехов в работе, и какого-то глубокого понимания жизни, которая так прекрасна, несмотря на то, что и трудная, и разочарование бывает. Но она все-таки – это жизнь, она нам дана, и это большое счастье. Спасибо. Наше эфирное время заканчивается. Напомню, что сегодня у меня в гостях была Народная Артистка Республика Захстана, ректор Национальной Консерватории имени Курман Газа, Женя Ихьяевна Албакирова. А вам спасибо за беседу. Спасибо, Ира. Спасибо, Ира.